Всем привет! Сегодня опять поговорим о ножах. Я для вас приготовил отличный экземпляр охотничьего ножа от фирмы БАК. Да еще с такими наворотами, о которых мы здесь еще не говорили. То есть здесь будет уже шкуросъемный крюк и вогнутые спуски на охотничьем ноже. Такие специальные и полноценные гарды. Добавок и нож самый легендарный можно сказать. Фирмы БАК одна из самых старейших фирм ножевых. Очень многое сделали для охотников и многие их ножи стали такими легендарными законодателями мод, можно сказать, по всему миру. Их копировали, на них ориентировались. Ну 110 БАК, я думаю, все знают первый такой складной нож охотничий. Там целый ряд есть еще такой, знаете, таких уже не складных, чисто охотничьих ножей, таких классических, которые очень много лет выпускаются. Это такая классика. И у каждого из них там, по-моему, уже свой фанкуб есть. Это такое ядро в ассортименте фирмы БАК, на котором она держится. В последнее время, да, в последние годы они как-то начали в такую тенденцию уходить. По пути моря пошли. Какого-то удешевления, модели постоянно меняются. Вот это такой клинник, знаете, ихняя классика. Она не меняется никогда. Если ее как-то модифицируют, то только то для магазина какого-то сделают, там в черный цвет покрасят, то какой-то порошок поставят на клинок, в соответствии с трендами современными. Но классика у них всегда есть в наличии. Она не меняется. Она отработана просто до мелочей. Это такие очень классные охотничьи ножи. Для меня вот эти ножи вот этой серии еще очень примечательны тем, что я много лет еще на заре, когда только начинал увлекаться ножами, много лет мечтал именно о таких ножах. Не мог их приобрести. То дорого было, то не знал как купить, все где-то встать. Ну давайте по порядку. Сначала общая такая информация об этом ноже. А потом уже перейдем к деталям. Что надо знать вот об этих ножах? Вот эти ножи вот этой линейки классические БАК. Это такие ножи, знаете, которые не надо будет допиливать как-то, перетачивать, что-то в них менять. Вот под свои задачи. Это чисто охотничий нож. Он отточен уже, отработан так, что менять тут уже ничего не нужно. Ну это десятки лет экспериментов, всякой обратной связи с охотниками. Они там немножко менялись. У них сначала были такие круглые какие-то рукоятки. Потом появилась вот такая, видите, здесь это плавные переходы. Тут как бы что? Если вы этот нож возьмете и вот по назначению начнете использовать, если нету под рукой там, не знаю, оленя, то возьмите курицу, попробуйте вот с грудки вырезать вот так вот эту мякоть вокруг кости. Вы сразу оцените вот эти формы, переходы, насколько это удобно и классно делают. То есть там мясо даже собаки не останется. Это для этих задач, на этом особенно, вот вытиск вдоль позвоночника копытных. Вот вдоль позвоночника, вдоль хребта, сверху и снизу вот эти вот вытиски. Это самые лучшие куски. У нас все охотники знают, если какая-то там стихийная коллективная охота, загонная, и у кого-то в пайке не оказалось этих кусков, то это прямо расстройство и восприниматься как неуважение. Есть даже такой канал, кстати, там какой-то японец на оленей охотится. Канал называется, точно название не скажу, я верту волос, верту воис как-то вот так. Там японец разделывают как-то извращенным способом оленей своим-то. Ну, он вырезает в основном только эту вырезку, все остальное оставляет, и разделка такая у него своеобразная. То есть он там только лучшие куски забирает. Я ссылку оставлю на этот канал, если хотите, посмотрите, там он вот все вот эти ножи там как-то тестирует, но так по-своему, типа там как заточку держит. Тут сталь 420 хайкарбонная, это такая простая сталь к вопросу. Может быть я как-нибудь сам подсниму такое. Что достаточно даже самой простой сталь, чтобы разделывать несколько оленей подряд, и он не будет тупиться, его не надо править, если не резать кости, не стучать по костям. Мясо, жир, шкура там изнутри режется, а если крюк есть, то вообще проблем нет. Поэтому это такие мягкие материалы, которые затупить нож даже не самой такой высокой твердости, но это очень тяжело, много времени понадобится. То есть тут заточка будет, конечно, хорошая и делать все правильно, то там не будет никаких проблем. Бак славится еще тем, что у них был такой термист, Пол Босс, с ним они сотрудничали, и он разработал один из первых закалку для вот этой стали хайкарбона, они там вот эту кривообработку начали применять. Это еще давно было, когда сейчас это для кого-то уже не секрет, но тогда это прямо было ножи от бака, вот это их не стали, это прямо марка качества такая, стандарт качества был. Все знали, что 420 хайкарбон от бака это лучше будет, чем от любого другого производителя. Сейчас времена, конечно, поменялись, многие это умеют делать, но тем не менее все равно вот их стандарт и умение закаливать эту сталь, ну как и остальные, там как тридцатку, там как все-все, которые они используют, они очень грамотно термичат. Здесь такой яркий пример, как должна быть правильно сделана вот эта гарда. То есть видите, у охотничьего ножа гладкая рукоятка, если бы гарды не было бы, нож был бы очень травмоопасный. И она здесь сделана так, что рукоятка, она такая, вы знаете, не очень длинная. Получается, вот сколько мы померяем. Ну, практически одиннадцатом, хотя бы еще меньше, если вот прямо от упора мерить. Что-то не десять сантиметров. То есть она такая короткая получается. И так, что палец здесь постоянно в упоре как бы находится. Поэтому этому ножу не нужны никакие насечки, всякая там такая вещь. Легко там открою, все протираются и нож всегда безопасен и находится в упоре. Вот этот вот зиппер, Vanguard Zipper, он у нас не холодное оружие, потому что у него вот этот крюк есть. А есть еще нож такой без крюка, вот он уже холодное оружие у нас считается. Причем у нас для нашего рынка отдельно фирма выпускает с обрезанной вот этой гардой. Ее там как бы хватает для того, чтобы вот все это обеспечить упор. И даже функционал на самом деле повышается. Там на доске этот не так мешает резать. Но там есть такая беда с тем, что вот с этой обрезанной гардой он смотрится уже не как вот этот тот самый Vanguard, легендарный нож. То есть совершенно изменился внешний вид. Яркий пример того, что... Не знаю, что у нас это запрещают, не могу понять. Какая-то глупость. Если захочешь зарезать, там с любой гардой зарежешь это в человеке дело, не в ноже. Нет, верткой можно зарезать вообще на строительном рынке. Там столько всяких вещей, которые намного страшнее любого ножа. Так вот, здесь вот пример именно очень правильной гарды. Видите, она широкая, она плавная, отполирована, все сделано. И поэтому там нож вообще никогда не скользит. Хотя сама рукоятка довольно скользкая и очень управляемый. За счет того, что еще рукоятка не слишком большая, то есть она и в руке лежит очень классно. И для любого рода вот этих операций, особенно вот когда что-то вот вырезаешь. Вот такой еще небольшой изгиб у этого клинка. Он работает очень классно. В принципе, вот эта форма, если вы посмотрите, вот подобные ножи, вот они же выпускают еще бюджетные версии. То есть, видите, тут геометрия полностью на самом деле сохраняется. Да, дешевая резинка. На современный лад нож сделан так, как моро какая-то дешевая. Но вот эти формы, они отработаны у них. Вот эти спуски, форма лезвия. Вообще, сам строй этого ножа, если вы к нему присмотритесь, поймете, почему так много было однотипных ножей. В 90-е годы, когда у нас начало все это развиваться с ножами. И вот испанские некоторые ножи. Вообще, по всему миру очень много копировали вот эту форму. Она уже воспринимается как какой-то чисто охотничий нож. Скиннер или нож для крупной дичи. Хотя все, я думаю, пошло с этих вот именно ножей. Они были первыми и задали вот эти стандарты. Вот эта модификация, она прям классическая такая. Этот нож такой, можно сказать, старой традицией сделан. Делали так, чтобы, знаете, чуть ли не на всю жизнь. То есть, этот нож, видите, дорого очень выглядит. Вот этот Ironwood называется. Это стабилизированное дерево ореховое. Больстеры вот эти. Нож из этого выглядит очень дорого. Хотя вот в Америке, и вообще, пока курс доллара не скакнул, он и у нас был относительно дешевый. Сейчас цены, конечно, поднялись практически на все. Шкуросъемный крюк тоже много очень разговоров ходит. Работает, не работает. Какой должен быть. Нужен, не нужен. Уродует, нож не уродует. Но я так скажу, эта штука, если она правильно сделана, она ускоряет процесс разделки и работает очень классно. Прям вот намного все быстрее, становится легче с этой вещью. Проблема только в том, что, на самом деле, не так уж и часто приходится разделывать копытных. То есть, если это какое-то производство, такой вот обвалочный церк, там не охотничьи ножи используются, какие-то обвалочные такие гибкие, большие. А этот все-таки нож сделан для такого общего назначения в лесу. Построгать что-то там, еду приготовить еще и дичьо разделать. Но работает этот крюк очень хорошо. Его не надо путать с тропорезом. Там есть разница. То есть, эта штука как работает тут? Шкуры живого оленя у меня нет сейчас. То есть, там делается надрез и вот цепляешь вот этим крюком. И дальше он вот это распарывает вот так вот. Я думаю, это легко и понятно. Это очень сильно помогает и ускоряет, и руки даже не пачкаешь. То есть, вот эти все разрезы и по ногам, внутри, и на брюхе. Да вообще, как угодно там режешь эту шкуру. Она же когда еще такая, она же не как ремень. Она такая тянущаяся, такая вот мягкая. Особенно если еще такой не замерзла. Там распарывается, просто вообще там не чувствуешь. Но должен быть правильный угол вот этого крюка. Потому что у стропорезов они бывают так отогнуты. Там конечно, если будет как стропорезом пытаться шкуру резать, она будет там заживо цепляться, царапать мясо. Это не будет работать. И он обязательно должен быть заточен с двух сторон. Очень много каких-то китайских реплик. Я думаю, с ними в основном связано, что вот эти вот мнения, что шкуросъемные крюки режут криво, либо не режут. Но опять-таки, если вы делаете именно сбак, то вам не надо об этом будет думать. Это все у них отработано уже. За десятилетия. То есть и форма самого ножа, и вот этого крюка тут прямо идеально существовало бы. Как его точить, может возникнуть вопрос. Да, очень просто на самом деле. Надо просто взять какую-то палочку, вот примерно по диаметру вот этого крюка, обернуть ее, допустим, наждачной бумагой мелкой, так чтобы он туда подлезал вот так вот. И просто вот такими движениями заточить с одной и с другой стороны. Он, кстати, режет даже, когда тупой. Потому что там очень сильное, тянущееся движение. С ним тоже придумывать надо всякие фишки, там я видел. Один охотник затупил его и использовал для того, чтобы этот котелок сорня снимать там, или вешать его на ветку дерева. Ну, я одно скажу, как бы, что если этот крюк есть, если нож действительно для разделки, для того, для чего он был создан, это очень сильно помогает. Правда, многие считают, что это как-то нож уродует, или еще что-то. Ну, если это охотничий нож, я не считаю, что он как-то уродский выглядит, если это прям инструмент. Прям такой мультитул разделочный получается, мне кажется, что это красиво. Именно о таком ноже я очень много лет мечтал, и не мог его приобрести. Именно вот такой модификации, с крюком, чтобы был и в классическом исполнении. Потому что такие ножи есть еще в бюджетном. Там какая-то резиновая рукоятка с такими насечками. Но он такой менее стойкий получается. Этот нож, и он уже не так выглядит. То есть это прям такая классика, это как зажигалка зипа, или что-то такая какая-то вещь. Но она должна быть именно в этом исполнении именно американским быть ножом. То есть если там какой-то китайский автомат Калашникова, то это уже что это, автомат Калашникова, или зажигалка зипа китайская, это уже не зипа. Нож такой классический, если коллекция, то... Да, этот нож, кстати, для меня больше полочник, чем рабочий. Ну вот это была общая информация. А теперь переходим уже к деталям. Вот этот нож, он с вогнутыми спусками. И как-то я сказал такую вещь, что вот эти спуски, когда нож, если будет утачиваться, то его сведение уменьшается, нож только острее становится. И у нас там в комментариях недопонимание возникло. Я думаю, для того, чтобы расставить все точки на две, надо нарисовать это и сравнить это с вот таким ножом. Сейчас жуткую вещь вам покажу. Смотрите, что у меня есть. Это я приобрел очень-очень давно, когда еще ребенком был на птичьем рынке. Когда он еще был там не на Москве, когда он был не там, где рынок садовод, а где-то на Таганской, Калетниковская улица, по-моему. В те времена там можно было купить вообще, по-моему, все что угодно. Начиная от оружия и наркотиков, и заканчивая вот такими ножами. Ну и, конечно, домашними животными, которые меня там интересовали. Вот мимо такой вещи я не смог пройти. Это ампутационные скальпели. Причем таких сейчас уже, по-моему, не делают. Это тридцатых годов. Очень-очень старый. Он, конечно, внешний вид потерял, потому что валялся у меня там черти где. Пользоваться я ножами не умел. Пытался там и рубить что-то, и что только с ним не делал. Сейчас так более-менее его как-то привел бы в подобающий вид. Но вообще, когда изначально, вот как он был сделан, это же очень старая вещь, насколько качественно это было сделано. То есть он был полированный. Просто вот на него можно было смотреться, как в зеркало. И просто идеально ровно были выполнены вот эти вогнутые спуски. Прямо такая качественная работа. Это же просто какой-то инструмент. Казалось бы, зачем? И, собственно, зачем я вам показываю? Вот здесь вот эти вогнутые спуски имеют форму вот такой вот галочки. То есть они сходятся буквально в ноль. То есть вот так вот. Вот как на бритве или... Вот у него сведение в финальной части оно практически отсутствует. Там сотая какая-то доля миллиметра. То есть практически как бритва. Но если эта штука резать мясо, я вам скажу, ребята, он разваливает просто мгновенно. Прямо вот. Это, конечно, страшное дело. Но сам нож, вы сами понимаете, поскольку это вот такая бритва, он очень нестойкий. Хотя здесь вот какая-то сталь такая обычная советская нержавейка, которая на медицинском инструменте используется. Она так не очень сильно была закалена. То есть если я ей что-то рубил или куда-то попадал на кости, то какие-то замены там возникали. Но поскольку сведение здесь такое маленькое, то этот нож на самом деле режет буквально даже с какими-то замятиями туповато и то режет. То есть это очень-очень острая вещь. Но такое на ножах ведь не делают. На обычных ножах, вот типа таких вот охотничьих, как вот этот, спуски я грубо нарисую. То есть они как-то вообще вот так идут. Это просто колесо сюда подводит, чтобы оно тачило. Поэтому это еще автоматизировать можно. А дальше вот идет подвод. И самое тонкое место этого ножа получается где-то здесь. Поэтому если конечно он утачивается, то сведение становится как-бы меньше. Ну вот до вот этой точки. И вот на большинство, вот на этом ножа это вот так вот. Если я прикладываю линейку и смотрю, где у него самое тонкое место, у него меньше всего материала получается в середине. То есть вот до этого момента, когда нож будет утачиваться, сведение все будет меньше и меньше становиться. В отличие от прямых спусков, которые сведение будет увеличиваться там, или от линзы, или от... Вот от таких вот вогнутых спусков, как вот на бритвенных, то есть буквально вот как на этом скальпеле, тут да, если это будет утачиваться, тут сведение будет толще становиться. Очевидно. На этом не скачивает ножевая заточка. С этим, думаю, разобрались. О ножнах еще надо сказать. Тут ножны, знаете, такие вот, в принципе классические ножны, кожаные, качественные. Там внутри что-то по пластиковым вкладышам, я пытался его найти, но уже потерял его. Не помню, где он. Там было еще написано, что это ножны сделаны в Мексике, а сам нож в Штатах. Ножны, надо сказать, достаточно удачные. Вот так как в них нож не держится, и фиксируется, он там очень крепко за счет того, что у этого ножа есть гарда. Это, на самом деле, решение очень прикольное. Потому что у меня, на самом деле, я пришел к такому мнению, что, особенно когда что-то разделываешь, или ножом пользуешься, убираешь, достаешь, не нравится, когда что-то формовано, что-то туда запихиваешь, потом достать не можешь, или тянуть что-то надо. Они должны быть, как вот такие вот, какой-то кожух, туда кинул его, что-то поделал, достал опять, а если уж пошел, и нож долго будет не нужен, то застегнул все. И они вот такие, не перекаченные, как бы шов машинный, но достаточно ровный, проставка, интеллекционные отверстия минимальные. просматриваются, его видно. Вот здесь вот нитки, которые всегда боялся порезать, но они как-то туда утоплены, но не сказать, что сильно. надо еще туда грязно не пихать, потому что там внутри, я не знаю, видно, не видно, но там, конечно, есть такие посечки, вот такая бахрома какая-то образовалась. Нож лучше убирать туда чистым, потому что там он пахнет козлятиной какой-то. Ну так вот, возвращаемся к этим вогнутым спускам. Тут здесь делают для того, чтобы нож был покрепче, потому что этим ножом можно батонить. я им батоним во дворе какие-то эти доски для этого мангала, чтобы подснять чисто контент. Я обычно таким вещами не занимаюсь, чтобы показать, что этот нож может колоть. В принципе, тут понятно, это охотничий нож, он вообще не для этого. Но колоть он может, потому что это у него все-таки, видите, тоже много мифов вокруг того, что блокнутые спуски будут обязательно вот так вот, когда строгаешь деревяшку, они обязательно будут там как-то застревать. Но вот эти не будут застревать, потому что они тоже разные бывают. Это же не такой скальпель. Не обязательно, они должны быть хрупкие, там еще неизвестно сколько. Здесь, как бы, у них даже в самом тонком месте материала немало. такой достаточно толстенький, 3 миллиметра обухи. Сведение, наверное, под 0,5, может быть, чуть даже поменьше, а здесь потолще. Он не фултанк, с одной монтаж, только там штык такой идет и прикручен как бы вот сюда вот. Вот когда сверху Ironwood, вот такой версии, вот эта рукоятка, она намного более прочная. Он практически как фултанк по крепкости. Есть очень много видео, где по нему лопят, сломать не могут. В отличие от такого же ножа, он более дешевая версия, что там какая-то резинка такая с насечками. Нож точно такой же. Вот тот более хлипкий, там хвостовик бывает очень легко ломается. Кстати, когда я доски колол, поскольку больше съемками был занят, там гвоздь поймал, перерубил его и замял речью кромку. Вот этот нож, поэтому он такой делает с таким, не совсем сведением в ноль, чтобы если что-то такое пойдет, будет какая-то ошибка, там по костям ударишь, еще что-то, чтобы это можно было легко поправить. И сталь в принципе здесь такая, что заточить его или что-то такое поправить очень легко. Черный камень не очень видно, но он прям снимает тут же материал этот. И заточку он хорошо держит. Я уже говорил, что там многие считают, что ножи там как-то от оленины очень быстро садятся. Да если там правильно все делать, это мягкое очень материал, затупить нож даже из такой стали, это нереально. На том же канале Вертвоис, какой-то японец там этих оленей режет по 10 штук подряд вот такими ножами и ничего нету, не садится и под микроскопом смотрит, что произошло. Я сам тоже неоднократно это проделывал. То есть слишком мягкий материал, чтобы на него нож тупить. Он тупится по каким-то ошибкам, либо там по костям сильно задевает, спешат. Это так кажется, что надо все четко сделать. Там бывает, замерзнешь и не до этого и быстрее, и быстрее, где-то понимаешь, постучишь. Вот поэтому они садятся. Либо ноги точить просто не умеют. То есть даже могут поширкать просто по какому-то там камню, а бы как там какой-то заусенец там такой торчит, который там вообще такой острый, чтобы трогать страшно. Кажется, что нож заточен, а потом, конечно, на двух движений там сядет. Я много раз показывал, что простые стали, даже после того, как там РОС-20 канат отрежут, они снова болеют. Не говоря уже каких-то навороченных. Вообще, что я хочу сказать по стали, вот именно от БАК, в термичке пола БОСа. Вообще, сталь хай карбон, вот эта вот, 420 хай карбон, она считается очень прочной излом сталью. И такая она прямо, чуть ли не к углеродке приближается. Но поскольку они здесь применяли какую-то термообработку, которая идет именно на удержание режущей кромки, чтобы его такой более стойкой сделать, все-таки этот нож, нельзя сказать, что это прям какой-то топор такой, по которому можно бить, там, если конечно лупить по нему бревном, там ломать, и вот сломаешь. В принципе, на всяких иностранных каналах таких ножей от БАК, не таких, а вообще всяких разных, из этой стали, поломали немало. Поэтому у них такие тесаки, какие-то мачете, идут там уже из какой-то этой, пружинной стали. То есть, этот нож чисто охотничий, он сделан для реза и должен так использоваться. И тут такие параметры, потому что их менять не надо. Угол заточки, то есть, он достаточен. Многие тоже считают, что он там не будет огненное перо как-то делать, потому что, и вот тут, да, вот есть вот такая штука, что если пытаться делать огненное перо вот этой части, то будет это тяжело. Как бы, ножи такой формы, они работают вообще по-другому. Им надо вот именно вот резать вот так вот. Если это умеет делать, он тоже огненное перо снимает такую стружку, буквально, как эта бумага, тоненькую-тоненькую. Ничего сложного думать. Про батонинг вообще надо отдельно сказать, потому что периодически какие-то холивары возникают. Кто-то считает, что вообще этим нельзя заниматься, кто-то считает, что это вообще основное, что надо в лесу делать. Тут как, для чего нужен батонинг? Первое, что надо знать, в принципе, когда бьешь особенно сильно по-любому ножу, это для него риск, что его можно испортить или сломать. Поэтому это надо делать в пределах разумного. А делать для того, чтобы, обычно это используется для того, чтобы, допустим, травма какая-то у человека или поживой человек, тяжело ему размахивать топором. Ну, бывает комфортно, что вот так, какую-то маленькую щепочку или полежку там, прямосвоенное поставил, там аккуратно постучал, расколол, затопил печку. Вот так у моей бабушки там деревня вот такая была. Был какой-то старый советский переточенный кухонник, который так использовался и стучали по нему там даже молотком. Ну, для этих целей, потому что, да, пожилой человек же не должен там топором размахивать. Тем более женщина. Наровато, может, и мужики находит, но не просить же их там лучины постригать каждый раз. Второе, там для поделок, для всяких. Когда нужен какой-то очень точный раскол, какие-то ложки вырезают, там или куксы, для этого может применяться. Ну, и для таких целей, чтобы просто раскрыть в очень мокрую погоду какое-то бревно, чтобы добраться до сухой древесины, опять-таки, огонь развести. Так что, мое мнение такое, что спокойно надо к этому относиться, если реально нужно, почему бы и нет. Ну, если есть топор, под алку и нож не хочется портить, то лучше этого не делать. Ну, либо для этого применять специализированный нож, может я сам какой-нибудь, считаю тот же топор. Либо нож, которого не жалко. Ну, ссылку я оставлю на магазин ножиков, там у меня все равно промокод на все, на весь ассортимент. Там, в принципе, ТТХ этого ножа будут. Ну, давайте цену тоже. Что-то я тут измерю. Нож, хоть, не тяжелый, как может показаться. Современные такие бошкарот ножи, фултанги, они, конечно, помощнее. 174-175 грамм. Несмотря на то, что здесь вот эти бойстеры, вот этот Ironwood тяжелый, но, видимо, сказывается то, что хвостовик там более тонкий. Длина клинка 10,1 где-то. Если полностью отсюда брать, то получается 10,7. Следующую кромку. Ну, так, 9. Но там надо учитывать, что она изогнутая, поэтому, если ее распрямить, считай, подлиннее будет. То есть нож такой, довольно компактный, удобный на руке. Обух у него 3 миллиметра. Еще вот эти такие вогнутые спуски. Можно сказать, что он неперекаченный. Не нужны у нее такие же неперекаченные. Хотя, само ощущение от ножа, конечно, такой очень дорогой вещь. Как раньше любили делать. Машины такие делали. По минимуму какого-то дешевого пластика. Вот могли и салон, чтобы каким-то таким деревом был сделан. Панель вот эта. Такая вот узнаваемая вещь. Тринька эта. Такая линька. В общем я его отремонтировал, но за него это у меня минуты две-три, то есть настоящий такой рабочий нож. Но с этим не было проблем, сомнений. Зато когда вот так вот точишь там, поскольку пристально смотришь, повторяешь все вот эти изгибы, там очень много понятно становится насчет самой заточки, ее качество и всех косяков. Тут что я могу сказать? Характерно для всех больших производств, где большие объемы, автоматизация, но финальная заточка она делается очень-очень грубой лентой и как-то видимо на скорую руку, то есть джик-джик там и следующий. Да, нож как бы он изначально болеет, из коробки он болел, качественно сведен. Ну вот здесь вот посмотрите видите прям такие и этот нож, поскольку здесь был приличный замен протачивал по всей длине рка и прилично материала снимал, но все равно настолько грубый абразив, что вот здесь вот видите даже черточки до сих пор остались. Но главное, чтобы они вот на финальную часть режущей кромки не выходили, иначе такой нож будет нестойкий. Я в выпуске про походные точилки показывал, что насколько сильно может влиять заточка на двух одинаковых ножах из простой стадии. То есть удержание заточки там может быть чуть ли в пять-десять раз выше. Поэтому никакой изрезанной режущей кромки быть не должно. Но, к сожалению, это вот на всех производствах для экономии время точит конечно. Ну так себе. Теперь конечно нож совсем другого качества и уже полностью можно сказать его потенциал раскрыт. Особенно сейчас довести. Вот это у меня какой-то грубый камень. Вашита что ли какая-то. Это как Аканзас, только совсем такой рыхлый. Поэтому работает довольно грубый он. И что еще я здесь обнаружил. Разные сведения, разный угол на всей заточке. В принципе есть на вопросы. Вот здесь вот видите. То есть лентой похоже залезли сюда намного сильнее. Сняли больше материала, чем вот здесь вот. Поскольку я точу на руках, мне вот эти все переходы повторять никаких проблем нет. Но если бы это какое-то заточное устройство было, которое угол выдерживает, то конечно надо было снести очень много материала. Чтобы все конечно немножко изменилось. Ну вот получилось так, что здесь как-то вот он вот так заходит, а здесь как-то больше снято. В этой части получается какой-то кривоватый. В принципе за баком и вообще за подобными ножами я часто замечал это такое. Ну тут как повезет. Мы так немного избалованы мелкосерийным производством, каким-то даже частным. Много у нас мастеров руководства, которые такое делают. Ножи от них за такую цену мы привыкли видеть заточенными так все-таки намного более ровными. Но это можно сравнить с каким-то нашим, более-менее большим производством, типа Кизляра. Их не какие-то бюджетные серии. Вот примерно так заточены. Хотя бывает как повезет тут. Вот этот нож, например, вообще идеально какой-то ровный. У него все очень ровненько сведено. Вот конкретно над этим был такой косяк. Ну это особо так не влияет на потребительские, так сказать, качества. Вообще эти ножи можно сравнить с этими Граншилд Брук топорами. Там могут быть какие-то такие вот окалины оставлены. Что-то там как-то может быть кривовато где-то. Но настолько вот вся геометрия она вывертанная. Ну нож не хочется дорабатывать. Если только вот речью кромку ему довести. У нас, к сожалению, встречается еще такое, что в принципе у всех новых моделей, что и на западе выходят, часто бывают такие детские болезни. Где-то нужно какие-то не очень там что-то хочется убрать, поправить. Где-то какая-то дурацкая рукоятка неудобная явно. Форма клинка какая-то тоже непонятная. Здесь это вот все очень выверено. И собственно за это эти ножи ценятся. По деньгам тут что? Вообще они планировались как в таком исполнении, как не самые дорогие ножи явно. Они у нас стоят около десятки. Это потому что сейчас курс валют такой. Так-то если представить, сколько он стоит там в рамятике долларов 70 я так понимаю. Вот такая версия. По цене доллара там 45 даже рублей там. Или сколько там. Одно время 37 там было. Вы сами можете посчитать сколько там стоит там. В тысячу четыре пять. Сейчас цены конечно выросли на все. Волос уже нету. Бреть как же будет с отскоком. Так он весь ровненький, в принципе правильный. Чемпионы по кривости всякие вот эти финские ножи там может быть вплоть до такого, что и клинок косо стоять там и все что угодно там с ним может быть. Ну а здесь как я понимаю, поскольку очень большое производство, у нас наверно таких даже нету, вот как БАК. Даже Кизляр намного меньше их. Там буквально эти многотысячные объемы и весь мир они охватывают и поэтому видим там все очень быстро делается. Поэтому на рабочие ножи так особо не смотрят. Так что будьте готовы к тому, что это все-таки не какой-то такой нож, там это кастомный, вручную там одним человеком для конкретного человека сделанный. То есть это массовое производство, просто он выглядит очень так дорого. Еще классная фишка с этой сталью. Она очень легко полируется. Мне вот кожа не нужна, чтобы этот нож заточить. Но ее очень здорово отполировать подвод. Несколько движений достаточно, чтобы он прям заблестел. Я даже в нареживающую кромку не выхожу, а просто чтобы подвод отполировать. Смотрите, как уже блестеть начинает. Хотя на самом деле полировать его еще рано. Надо хотя бы трехтысячным камнем пройтись еще. Потому что ты фашит и что-то точила она там, не знаю, 400 грит наверное там, 500-600. Хотя гритности у этих камней нет. Ну так вот, рано почему это делать. Вот сюда посмотрите. Вот эти вот. Видно? Нет? Вот эти вот маленькие риски такие. Они на режущую кромку не выходят. Но представляете, какой грубой лентой это точили. 200 или 300, я не знаю. У меня камней этих таких нет. Вот на режущую кромку прям на финальную ее часть ни в коем случае это не должно выходить. Потому что ну это... Вот представьте, что вот эта режущая кромка, если это на микроуровне, там будет буквально вот... Она вот так и залезана. Вот так, этого не особо видно. И даже по первой нож такой очень здорово цепляет, кажется. Агрессивно режешь. Ну как только начнешь работать, Вот это все выломается или загнется. И наш очень быстро сядет. И чтобы вот такого не было, все должно быть вот так вот доведенное. Бумагой можно порезать за это. Но вот такой никогда не порежешься. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом пока все. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok